Рад всех видеть и спасибо за такое мероприятие. Хочу ответить на все вопросы, задавайте любые вопросы. В Нижненокраде, когда я приехал, я не знал ни одного русского языка. Я приехал в Кокке, и я приехал в Кокке, и я приехал в Кокке, и я приехал в Кокке. Большое впечатление на меня произвели межкультурные различия и очень высокий уровень хоккея в России. Мне было, конечно, непросто, потому что в России у мужчин принято здороваться за руку. От поклонов к рукопожатиям переходить было сначала трудно. А вот с адаптацией к жизни в Нижнем Новгороде трудностей не возникло. Мне сразу понравился ваш город, он очень красивый, и я часто хожу гулять. Что касается команды, то команды у нас очень дружные, хотя русские люди не то чтобы хорошо, но они мне всегда помогают. На самом деле мы об этой встрече мечтали уже некоторое время, потому что и студенты, и преподаватели нашего вуза, даже немножко удивительно для меня, являются большими фанатами вашего клуба. И, в общем-то, мечтали взять интервью, хотя бы даже единоличное, ну и хотя, если может быть и не единоличное, а групповое, но я считаю, что наша мечта сбылась. Если говорить о тех, кто на меня повлиял, то это мой отец, который сам увлекается хоккеем. Затем главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов-сан. Ну, а кумир на все времена – это Александр Овечкин. Александр Овечкин. На самом деле для меня это очень, ну это большая честь, пообщаться с игроком «Торпедо», с моим кумиром, опять же. Меня позвали просто сходить на матч, как вот в семейное развлечение, и сказали, у нас, кстати, есть японский игрок, не хочешь ли ты нарисовать ему плакат? Да почему бы не, это только счастливо, да, помочь человеку почувствовать себя как дома, хотя бы маленьким плакатом. Я написала «Вперед, торпедо, постарайтесь», и он его заметил, действительно, он его, о нем рассказал в послематчевом интервью. Я буду честной, я испытывала огромный спектр эмоций, когда читала интервью, потому что я была счастлива, что мои стороны были замечены. И с тех пор я решила, что это моя цель – помочь ему почувствовать себя действительно как дома, комфортно, чтобы он знал, что он здесь не один, что здесь есть множество людей, которые изучают японский язык, которые любят японскую культуру, которые уважают ее, как вы могли сегодня заметить. Да, было много людей, которые на японском задавали вопросы, были счастливы услышать ответы на японском. Написано «Хай тач», это как «Дай пять». Здорово, как дела, тихо, да? Нет, ну, очень приятно, да, что такое. Они прекрасно разговаривают на японском, я удивился, и я никогда не ожидал, что здесь буду на японском говорить с кем-то, да. Да, очень такое. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в этой мероприятии. Насколько вы хотели бы задержаться здесь? Мне здесь очень нравится, поэтому я с удовольствием задержался бы как можно дольше. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok